МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Научиться ездить на мотоцикле. Покоритель Брус! Или освоить барабаны. Попробуем все и определимся в новом выпуске. Хэштег «Дерзкое хобби». Они страстные искатели свободы. Они любители адреналина, стремящиеся к новым приключениям. Они мотолюбители. Это не хобби. Это именно, наверное, стиль жизни. Мне нравится мотоцикл как средство передвижения. Это довольно практично и удобно. Также меня, в принципе, привлекает образ мотоцикла. Это что-то новенькое. Это такое ощущение, которое даже тяжело объяснить словами. Это такая и свобода, и облегчение. Мы находимся в мотошколе. Именно здесь будущие байкеры делают свои первые шаги к свободным поездкам. Здесь они осваивают базовые навыки – разгон, торможение, повороты и так далее. Последние годы мотоциклистов и мотолюбителей становятся намного больше. Наверное, потому что все-таки мотоцикл – это своего рода свобода. Знаете, как говорят, ну, четыре колеса возят тело, два колеса возят душу. Вот здесь конкретно так. Для многих мотолюбителей мотоцикл становится не просто средством передвижения, а частью их образа жизни. Я этим занимаюсь, наверное, потому что это все-таки мечта детства. Как-то так получилось, что все детство с техникой и подружились с мотоциклами, случайности не случайны, да, получилось так, что появилась возможность работать в мотошколе. И понеслось. Первый раз было немножко страшно, непонятно. Сначала первое занятие, конечно, мог мотоцикл упасть, но инструкторы хорошо помогали, и этот страх быстро прошел. Девочек очень много. В каждом наборе у нас от трех до пяти, бывает и до семи человек девочек, и они далеко не уступают мужскому населению. Звучит неплохо. Что ж, доверюсь инструктору и рискну попробовать и себя в этом дерзком хобби. Но для начала позаботимся о безопасности. Данная экипировка не препятствует движениям, не мешает сгибать руки и никаким образом не мешает вам двигаться. При этом защищает все основные необходимые жизненно важные органы и суставы. Она легкая, но свои функции выполняет прекрасно. Ну, что сказать, ощущения необычные. Ну, ощущения необычные, но безопасные. На самом деле самое трудное – это тронуться с места. Дальше уже подключаются наши ощущения, наша координация. И, в принципе, если есть навыки езды на велосипеде, а если еще есть, хорошо, если есть категория «Б» и понимание работы со сцеплением, то обучиться на самом деле не проблема. Когда подходим к мотоциклу, сгибаем ножку в коленке, перекидываем и садимся на две ножки. Слазим точно так же. Руль влево, ставим на подножку, ножку сгибаем и с него слазим. Давайте попробуем. Сгибаем ножку в коленке. Вначале ножку согнуть. А я не грациозная. Давайте грациозно согнуть, перекинуть. Вот, садимся, выравниваем ручь, становимся на две ножки. Ручку газа, вот эту, мы не крутим. Ну-ка, погазуй. Давай, давай, давай. Да, так бывает. Вот так не надо. Давай, поехали. Плавно отпускаем сцепление. Придержать. Он тебя потянет, а ты придержи его. Отпускай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Подпускай. Все, придержи. Придержи. Чуть-чуть еще. Все, придержи. Иди ножками за ним. Иди вперед, руль. Глаза вперед. Не страшно? Он мягкий. Ну как? Вот так бывает на первом занятии, да. Хорошо. Давай еще раз. Фух. Первый блин комом. Вдох, выдох и поехали. Программа рассчитана на 30 дней. В нее входит 18 занятий, включая экзамены. На самом деле все очень быстро, все очень активно. Но при всем при этом за такой короткий срок вполне реально обучиться управлению мотоциклом. Мотоцикл как хобби – это не просто увлечение, а целая культура и образ жизни. Это возможность испытать уникальные эмоции, расширить горизонты и стать частью сообщества единомышленников. Ну что ж, погнали дальше. Восхождение в горы – это не просто хобби, а уникальная возможность представить себя, ну, например, в роли Фрода Бэггинса. И отправиться в невероятные приключения. Именно так и поступил наш следующий герой. На самом деле получилось спонтанно. Попалось объявление в Инстаграме о восхождении на Эльбрус. Заинтересовало. Начал более подробнее тему изучать. И через пару дней уже, в принципе, понимал, что я туда пойду. Бояться не надо, просто, наверное, не стоит забывать о том, что горы – это место повышенной опасности. Надо понимать, куда ты идешь, подготовиться. Вот, это бег, в моем случае был. Вот, это тренировки на выносливость. Устал очень сильно. То есть сил на самом деле уже как-то и радоваться сил нет. Но в душе все равно очень доволен. Смотришь вокруг, везде горы, солнце. Красота неописуемая. Мы ходили к обсерватории. Мы ходили на гору Чигет. Вот, там, кстати, одна из любимых гор Высоцкого. Наверное, необъяснимое какое-то чувство. Наверное, тянет сама природа, само внутреннее ощущение, когда ты идешь, понимаешь все масштабы природы. Да, эти виды не просто радуют глаз, но и наполняют душу спокойствием и гармонией. Чего, конечно, не скажешь про сам процесс восхождения. В горы шел первый раз. Вот, и чего ожидать, ну, на самом деле не знал. Да, и как бы я не тренировался, вот, все равно, наверное, этого было мало и стоило бы подготовиться получше. Одним из важнейших аспектов восхождения является безопасность. Правильная экипировка играет решающую роль. Выбор качественной одежды, обуви и альпинистского снаряжения обеспечит комфорт и защиту от неблагоприятных погодных условий. Из вещей, которые тебе необходимы, ну, туда, наверное, стоит отнести теплые штаны, теплый пуховик, термобелье, спальник, ледоруб, кошки и так далее. Если ты идешь первый раз и один, я даже, ну, не представляю, как тебе эти все вещи собрать. Бабки, бабки, бабки! Ввиду, наверное, высокой стоимости, будет достаточно проблематично все сразу же купить. Более простой вариант просто взять их в аренду. Чем выше ты поднимаешься, тем тебе идти сложнее. Вот. И очень важно, чтобы тебя в эти самые трудные моменты, когда у тебя силы заканчиваются, кто-то поддержал и тебе помог, да, в роли таких людей, может, подгид, ну, и также человек, который идет рядом с тобой. И такой человек был. Вместе с женой Владимир поднялся на самую высокую горную вершину России и на высоте 5 642 метра поднял флаг Республики Беларусь. На самом деле, вот, когда ты смотришь, уже спустился и смотришь внизу на Эльбрус, как-то вот не цепляет. А вот с окна самолета, конечно, да. Кажется, залез высоковато. Стоит на пол? Стоит. Вот, идите, не думайте. Идите. Надумайте. Надумайте. Ну, вот. Я думаю, что, ну, никто не пожалеет, особенно... Главное к этому подготовиться морально и физически, что это не все так просто, но, конечно, сам результат и те виды, которые вы видите, полностью окупят все ваши страдания. О тебе все мысли, о тебе все слезы для тебя, все песни до последнего дня. Ну что, почти ранетка? Да, играть на барабанах, как вы догадались, я не умею. Чего не скажешь об этой юной леди? Зацените. Одиннадцать месяцев назад мне папа показал свои любимые рок-группы. Там были гитаристы, вокалисты и барабанщики. Больше всего меня зацепили барабанщики, потому что это шумный инструмент, и ты играешь всем телом. Знакомьтесь, это Ариша. Маленькая барабанщица с большими амбициями и еще более громким звучанием. В свои девять она уже научилась делать такие ритмы, что даже соседи начали подозревать, что у них живет рок-звезда. Ну, я долго училась. Начинала с самых легких песен, потом начала делать посложнее и дошла до металлики. Мои любимые группы – это Король и Шут, Слепкнот и разные другие. И самый мой любимый барабанщик из группы Слепкнот Джоид Джордисон, потому что он быстро играет и у его прикольные маски. Страшные. Видео Ариши в социальных сетях набирают тысячи просмотров, а комментаторы – в восторге от юной барабанщицы. Что за крутая девчонка? Мне очень нравится, как ты играешь. Ты очень талантливая. Жду новое видео. Вау, очень круто. Все это заслуга командной работы. Ариша и папа. Ну, он меня снимает. И, конечно же, с первой попытки всегда не получается. И сколько дублей вы делаете? Самый большой – это, наверное, 6-7 раз. Любишь, когда все идеально? Или это папа любит? Мы вдвоем. Со стороны все выглядит не так уж и сложно. А я всегда мечтала примерить на себя роль Леры Ранетки. Думаю, пришло время попробовать. Сначала надо научиться держать палки. Их надо брать в два пальца. Это как ты их держишь. Потом зажимать все. И держать вот так. Так, держу. Что дальше? Уже я барабанщица? Нет. Нет. Как бы не хотелось, но все не так уж и просто. Игра на барабанах требует невероятной концентрации, координации и чувства ритма. Так, сейчас попробуем. Право-лево, право-лево. Право. Нет, это лево. Подожди, право. Да? Да. Так рождается ритм и музыка. Однако отбивать ритм можно не только на барабанах, но и на самых неожиданных предметах. Банках, бочках и ведрах, например. Кстати, этим трюком нередко пользуются уличные музыканты. Дешево, сердито и очень эффектно. У меня были обычные деревянные бочки. А где они сейчас? Мы можем на них поиграть? Нет. Самую главную бочку мы взорвали на Новый год петардой. Вы действительно разрешаете нам сделать это? Совершенно верно, Долгогубцы. Взорвать мост. Бум! Бум! Так, забываем про бочки и возвращаемся к барабанам. Это второй том. Это либо третий том, либо напольный том. Это райт, это крэш. Это крэп и гол. И это крэш. Это хай-хэт. А это нога. Барабаны – прекрасный музыкальный инструмент, на котором можно сыграть что угодно. От рока и джаза до блюза и этники. Это позволяет каждому музыканту найти собственный стиль. Ариша свой выбор сделала. А я, пожалуй, еще поищу. Хобби – это не просто занятие в свободное время, а важная часть жизни, отражающая наши интересы и увлечения. А увлеченные люди излучают особую энергию, которая способна вдохновлять, мотивировать и заражать окружающих. Надеюсь, что и мы вас вдохновили на новое дерзкое хобби. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова